Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Спорт для всех» на национальном телевидении Чувашии и с вами Екатерина Абрамова. Двигаться вперед, получать новые разряды, занимать призовые места. Без этого нет развития в спорте. И это касается всех без исключения. Даже тех, кому, казалось бы, спорт не по силам. В Чувашии впервые прошел фестиваль инвалидного спорта «Парафес-2015». В нем приняли участие как именитые спортсмены республики, так и те, кто только начинает делать первые шаги в спорте. На фестивале не было ни возрастных, ни географических рамок. Среди участников – жители Канажского, Маргаузского, Шумерлинского, Ядринского районов и, конечно же, чебоксарцы и новочебоксарцы. И все они, несмотря на ограниченные возможности здоровья, продемонстрировали силу, энергию и большое желание победить. Такие соревнования очень важны для того, по одной простой причине – собрать всех в один коллектив. Когда мы единая команда, то есть мы сила, да? Многие сидят дома. Вот я хочу как раз, наша идея – это популяризировать инвалидный спорт, чтобы люди не сидели дома. Увидев эту передачу, обращались. Наш клуб «Феникс», он единственный в городе, который занимается именно спортом. Все большую популярность приобретает такой паралимпийский вид спорта, как боча. Обучает ему в чебоксарской детско-юношеской спортивно-адаптивной школе. Причем ее воспитанники уже успели съездить на соревнования в Зеленодольск и на московский парафест, заняв там призовые места. Нам нравится он, потому что, наверное, ну как бы это интересно. Вот я, например, первый раз с бочей познакомилась только в школе, когда вот мы на тренировках играли. Очень интересная и увлекательная игра. На следующий год пусть к нам люди еще присоединяются. Будем играть вместе, соревноваться. В Чувашии развиты разные виды спорта для инвалидов. Пауэрлифтинг, дартс, гонки на спортивных колясках и не только. Уже есть заслуженные мастера спорта, международники и более 20 человек имеют звание мастеров спорта. И это не предел, сумели доказать участники прошедшего чемпионата России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования прошли на центральном стадионе города Чебоксары. Проходящие старты для участников были отборочными на чемпионат мира, поэтому конкуренция оказалась достойная. За путевку на соревнования, которые пройдут в Катаре, в городе Доха, боролись свыше 300 спортсменов-инвалидов. Причем многие из них занимаются не одним видом спорта. В качестве тренера московской легкоатлетической команды уже второй год подряд выступает шестикратный чемпион паралимпийских игр по лыжным гонкам Сергей Шилов. Мы совмещали очень благополучно и лыжные гонки, и легкую атлетику, и биатлон. Одно, другое дополняем, потому что постоянно, круглый год находишься в тонусе, работаешь летом на спортивных колясках, зимой на лыжах. Меняется сфера деятельности, направление немножко, но постоянно в тонусе, в работе. В тонусе пребывали и спортсмены из Чувашии. На счету представителей нашей республики три золотые и четыре серебряные медали. Теперь ждем их выступления на чемпионате мира. На этом же стадионе в то же время только на тренировочном поле прошел Кубок России, а затем чемпионаты первенства России по стрельбе из лука среди спортсменов-инвалидов. На этих соревнованиях сейчас присутствуют команды из 17 регионов, которые готовятся сейчас к чемпионату России, который состоится у нас на этом же стадионе 20 июля. И здесь же будет отбор на чемпионат мира для завоевания классификации, для участия на Олимпийских играх в Рио-де-Женера. От Чувашии в Кубке приняли участие три пары спортсмена. Но, к сожалению, ожидаемых результатов они не достигли. И этому есть причины. Последние пару лет у нас нет своего стрельбища, и поэтому у нас нет тренировочного процесса нормального. Мы стреляем максимум 20 метров, мы можем все что позволить себе. А длинные дистанции, которые стреляют летом, нам просто недоступны для стрельбы. Зато круглый год открыт доступ на гимнастический помост. И ежедневные тренировки в Республиканской спортивной школе по спортивной гимнастике принесли свои результаты. На прошедшей в Южной Корее Всемирной летней универсиаде юная спортсменка из Чувашии Полина Федорова завоевала две золотые медали в командном зачете и вольных упражнениях, и серебряную в упражнениях на бревне. Мы очень надеялись, что когда она туда поедет, что у нас когда-нибудь медаль, она все-таки будет. Так получилось, что их будет аж три. Ну, конечно, чувство гордости за школу. Кто, кроме нас, будет ее поднимать и продвигать? Мы очень надеемся, что Олимпийские игры не за горами, что у нас есть все шансы туда попасть. Пророчит Олимпийское будущее юной гимнастки и временно исполняющей обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев. По завершению универсиады он лично встретился с участницами всемирных летних студенческих стартов. А это, кроме Полины, еще три легкоатлетки. Марина Пандакова внесла в казну сборной России две серебряные медали. Воспитанница Республиканской школы по спортивной ходьбе, уступив золото подруге по команде, переступила в финишную черту второй. 20 километров ей удалось преодолеть за 4 часа 33 минуты и 11 секунд. Впереди много спортивных мероприятий. И Олимпиада, и летняя, и зимняя. Так что готовьтесь, мы будем создавать для вас условия, где нужно чем-то оказаться здесь. Всегда будем оказывать содействие. И звание Чувашии, что это спортивная держава, мы не должны терять. А начиналось все для Полины Федоровой совсем непросто. В спортивную гимнастику девушка пришла достаточно поздно, да и первые результаты не обнадеживали. Для гимнастики считается, что во втором классе я взяла, что это довольно-таки поздно, потому что мы берем малышей с 5 лет. Я всегда набирала сама с 5 лет, мне было интересно вести. А вот уже за компанию взяла ее. Мне показалось, что девочка очень хорошенькая, и она быстро догонит моих детей. Так и получилось. Гимнастику у меня привели родители. Они видели, как я занимаюсь там. Ну, лазаю на турниках, во дворе играю. Мы решили попробовать отдать в этот спорт, только что-то получится. Мы пробовали приходить в 4 года. Нас тогда не взяли, а потом в 5 лет почему-то не получилось, и прошла в 6 только уже. После года занятий воспитанники спортшколы сдают необходимые нормативы, что схоже с переводными экзаменами. Чтобы перейти этот порог, Полине не хватило 2 десятых балла. Однако и тут гимнастке улыбнулась удача. Первый год сдачи нормативов я не смогла сдать положенные нормативы. Но тренер почему-то решила не выгонять меня, оставила заниматься дальше. Все же дети по-разному развиваются. Я видела, что она дальше будет повзрослее себя проявлять. И почему я сейчас многим родителям объясняю, что не все дети сразу, когда приходят, становятся чемпионами. Вот я просто вспоминаю соревнования, где она в третьем взрослом разряде занимала 13-е место, 8-е. И меня это не смущало, потому что я видела, что дальше будут хорошие перспективы у нас. И потом уже, когда она во втором разряде выступала, она стала сразу лидером. Большая сила воли и огромное терпение. Вот что помогло Полине дойти до универсиады и показать все, на что она способна. Правда, по словам гимнастки, к этим соревнованиям она готовилась, как к любым другим. Сначала дома подготовка была, просто изо дня в день тренировки проходила, исправляла ошибки. Потом две недели мы были на сборах на Озере Круглом. Там уже программу не меняли, а просто отрабатывали то, что уже было сделано. Сама Полина таких высоких результатов не ожидала, но победе рада. Правда, к повышенному вниманию к своей персоне еще не привыкла. Я рада, конечно, медалям, но не хочу, чтобы ко мне все так относились, что вот там с медалями. Хочу, чтобы просто, как раньше, все спокойно, друзья и тренеры. Дальше, не знаю, пока буду заниматься. Спортивная карьера не собираюсь заканчивать. Впереди еще множество крупных соревнований. Ближайший Кубок России 14 сентября. К чему сейчас, не зная каникул, и готовится Полина со своим тренером Ириной Александровной Николаевой. Министерством спорта России уже утвержден список кандидатов на участие в Олимпиаде 2016 года. И Полина Федорова в нем есть. Кроме нее, на пути к Олимпиаде еще 29 спортсменов из Чувашии. Это легкоатлеты, борцы, тяжелоатлеты и велоспортсмены. Именно они в течение года будут бороться за место в сборной команде России, которая отправится в Рио-де-Жанейро. Продолжайте смотреть нашу программу, и мы познакомим вас с ними. И тогда вы действительно убедитесь, что спорт – он для всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова